Сочинцы смогли задать вопросы главе Хостинского района Ивану Савину, руководителям профильных структурных подразделений мэрии и ресурсоснабжающих организаций курорта. В частности, вопрос с подтоплениями во время дождей уже в этом месяце будет снят. Сейчас на улицах микрорайона прокладывают более 200 метров новых ливнёвок. «Это самое больное место по всей Кудепсе. Почему? Потому что вода с улицы Абширонской через школу выходила сюда на дорогу и по дороге вдоль школы шла. Это мы обратились на сходе граждан с главой района. Естественно, это утвердил глава города. И в течение двух месяцев вот это всё было решено. Вот сейчас у нас по всей Кудепсе кладутся тротуары, новые совершенно. Особенно здесь, на Искре, здесь вообще не было местами. То есть кое-где были тротуары, а сейчас у нас с двух сторон. Тут у нас шикарно всё». Действительно, просьба о строительстве новых пешеходных дорожек была внесена в паспорт ТОС микрорайона. К выполнению подошли масштабно. Всего положат более 6 тысяч квадратных метров новой брусчатки. Сейчас в микрорайоне живут более 10 тысяч человек. В планах реализация новых масштабных проектов социальной инфраструктуры. Разработчики генплана Сочи предлагают построить детский сад, поликлиники, а школу номер 18 реконструировать. «Самое главное, что вы хотите видеть на этих участках. На них никто не будет строиться, пока не будет вашей воли, пока не будет утверждён генеральный план. Генеральный план мы должны утвердить сентябрь следующего года. Поэтому времени достаточно, чтобы предметно по микрорайону определиться по каждому строению, что нужно. Здесь победительная просьба, просто внимательно для себя посмотреть, где какие объекты хотели бы вы, чтобы они находились. Вот это самая главная, основная задача». На встрече жители попросили о новом сквере. Место уже нашли на улице Искры. К его благоустройству приступят в следующем году. Ну а в ближайшее время в микрорайоне завершат строительство уличных площадок – детской и спортивной. Уже смонтировано современное безопасное покрытие, остаётся установить игровые или спортивные конструкции.